вы вообще рискуете сами, понимаете? Вы потом вообще меня не увидите здесь. Хотите чего-то недоступного. И сами хотите напороться на самую ужасную вещь, чтобы потом жалеть всю жизнь. Гость-привет. Что такая злая? Ты меня спрашиваешь еще? Ты меня спрашиваешь еще? Что я такая злая? Ты слышал, о чем я разговаривала с ними? И ты меня еще спрашиваешь? Уже ответ готов давным-давно. Почему я такая злая? Я только что зашел, а я объяснила всем присутствующим, что я не продаюсь ни за какие деньги. То, что они мне здесь пишут, покажи видео, там продаешь видео и так далее. Я не продаю видео ни за какие деньги, ни за какие копейки. Я только дарю внимание, свое внимание. И все. То, что я надела халат, это ничего не значит. вам нравится, когда я в халате, но не когда я в футболке. Я пошла надела халат. Я выполнила прихоть. Они хотят еще большего. Они хотят, чтобы я этот халат еще шире раскрыла. Потом еще шире. Потом вообще ноги показала. Потом не ноги, показала пизду, извиняюсь за мой французский. Потом все остальное. Вот как все. Капризы не знают границ, это называется. Мужские капризы. Что делаешь? Я играю, потом спать иду. Потом спать иду. Халатик к тебе идет. Да, спасибо, киса моя. Спасибо тебе. Ты прям меня обрадовал сегодня. Комплимент. До этого ты ничего не говорил. Всегда бы так от мужчины слышать приятные вещи. Но наши мужчины только способны на первое время, на конфетно-букетный период. Что-то говорить даме, что сердце приятное, бесцезреющее. А потом они вовсе забывают. Женщина тухнет, становится неинтересной для мужчины. Они живут как два родственника. и не получают никакого особого удовольствия. Потока присыщения. Я не обобщаю. Я не обобщаю. Я не обобщаю. Это везде так почти. Нет, но есть исключения с правил. Когда они, может быть, сходили к психологу, поработали над своими отношениями, стали внимательными, друг к другу стали более любящими, романтичными. А есть, которые просто не хотят работать над отношениями, думают, что всё должно течь своим чередом. Вот так вот. Типа, то, что у нас обыденность там, дети там растут, и всё остальное, это всё нормально, это в порядке вещей. Что там ещё? Кость, ты со мной никогда не соглашаешься, потому что ты не очень сильно знаешь всё про всё. Ты ещё скажи, что ты такой один, что ты даришь постоянно внимание, что ты даришь комплименты ежедневные, что ты постоянно ласков никогда не грубишь, никогда не говоришь матерные слова, никогда, ну, в адрес девушки, да, скажи ещё, что ты, там, не злишься на неё никогда, не плачешь, не стеришь. Блин, это в каждых отношениях, понимаете, в каждых отношениях пары обижаются друг на друга. Пары обижаются друг на друга, философ за е. И вот в обществе, если они внутри отношений, там, где-то дома, там, где-то в ограниченном месте, они где-то обижаются друг на друга, ссорятся, тарелки летят, в обществе они всегда будут показывать примерных молодожёнов, там, и супругов, там, я не знаю. Думаете, что все идеальные, все на обществе любят показывать, как они любят друг друга, блин, это кажется таким. А все, они открывают все истинное своё лицо и показывают, какие они на самом деле есть. Я за неделю даже могу понять, что это за человек. Он за неделю мне может открыться. Вы представляете, за три дня даже может открыться. Первый, второй, он ласковый, пушистый. На третий день он жёсткий, агрессивный. Видите ли, ты его вывела из себя. Хотя ты не причастна вообще ни к чему. Ты даже ничего такого не хотела делать, а ты виновата в этом. А потом эти самые непривычки, а эти, как они называются, отмазки, типа, у меня на работе проблема, у мужчин никогда на работе нет проблем, я вам гарантирую. Если у мужчины есть на работе проблема, значит, у него проблема на личном фронте. Значит, у него появилась другая. То есть, проблемы на работе равнозначны тому, что у него появилась другая. Просто он не хочет об этом говорить или пока не готов. Вот так. Я не думаю, что я белая, пушистая. Я это знаю, что я белая, пушистая и мягкая. Понятно тебе? И не смей даже спорить. Спорить со мной нельзя. Я всегда права. Я всегда говорю то, что я вижу, наблюдаю, и то, что я это на себе ощутила. Понятно? Есть женщины, которые выводят мужчин, а есть мужчины, которые выводят женщин. Всё же взаимно в этом мире. Всё взаимно. Но есть женщины, которые такие тихие, спокойные. Даже вообще...